МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Когда украинские войска смогут начать наступление в Херсонской области? Глава организации «Русь-сидящий» Ольга Романова о расстрелах сотрудников ЧВК «Вагнера», нарушивших распоряжение Евгения Пригожина. Совет безопасности ООН отверг требования России расследовать работу американских биолабораторий в Украине. Также сегодня. Таковой была идея отцов-основателей. Жизнь в Америке не должна была быть одинаковой от Калифорнии до Нью-Йорка, от Техаса до Миннесоты. Каждый штат должен был стать таким местом, в котором хотят жить именно его жители. Соединенные Штаты готовятся к выборам разных уровней. Они пройдут 8 ноября. Сегодня, как и вчера, начну с военной ситуации в Херсонской области. Напомню, что аналитик расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов считает, что наступление украинской армии следует ожидать, скорее всего, с запорожского направления. Однако украинский военный эксперт Олег Жданов говорит, что российские войска продолжают стягивать резервы именно на правый берег Днепра, перебрасывая туда самые боеспособные подразделения. Вот что Олег Жданов рассказывает о том, как это происходит и как нынешние погодные условия влияют на ситуацию на фронте. Дождь, он, может быть, только усложняет боевые действия для обоих сторон. Самое главное – это накопление резервов. Вот Россия сейчас затягивает на правый берег максимум усилий, максимум войск, максимум техники. Все, что могут, все переправляют. Мы тоже пытаемся, как говорит наш главнокомандующий, генерал Залужный, мы пытаемся накопить резервы. Когда количество резервов будет соответствовать тем задачам, которые мы будем перед ними ставить, тогда, я думаю, будет предпринята попытка наступательных со стороны России или контрнаступательных со стороны ВСУ действий. Например, на Запорожском направлении меняют регулярные части вооруженных сил России на части, которые укомплектованы мобилизованными. То есть там качество личного состава и качество боеспособности воинских частей, оно снижается. Но они готовы рисковать, потому что Херсон для них – в принципе, это основа обороны всего западного участка оккупированных территорий. Если мы говорим по общевойсковым подразделениям, то на сегодняшний день там примерно мы удерживаем паритет один к одному. Где-то 40 тысяч их войск, и примерно столько же войска имеется нашего. Правда, если взять во внимание российские средства массовой информации, точнее, не массовые, а социальные сети, то в социальных сетях и россияне пишут цифру 80 тысяч якобы накопленных войск у Украины. Но если бы у нас там было 80 тысяч, то мы бы, наверное, уже завтра перешли в контрнаступление. С одной стороны, укрепрайон может спасти в плане, если мы пойдем штурмом в лоб, как во Вторую мировую войну. Если мы же будем применять современные методики ведения боя, то может сложиться такая ситуация, что российские войска с минимальным количеством выстрелов, но сами покинут свои укрепрайоны. Почему? Потому что им нечем будет обороняться. Это было мнение украинского военного эксперта Олега Жданова. Довольно неожиданное продолжение получила история с бунтом в Ульяновске, мобилизованных из Чувашии. Их пытались задобрить, но не деньгами, а ковриками, спальниками и другой экипировкой. А потом почти две тысячи человек получили увольнение на два дня. Оказывается, так можно. Глава Чувашии Олег Николаев комментировал ситуацию только в интервью местному телевидению и высказался о выплатах очень неопределенно. То, что люди на сегодняшний день определенным образом напряжены, это очевидно. И вот это напряжение может выливаться в любое недовольство или активность, если у них не будет достаточной информации и понимания. Это был глава Чувашии Олег Николаев. Вчера стало известно, что Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 195 тысяч рублей всем мобилизованным, а также контрактникам, из указа следует заключившим эти контракты после 21 сентября этого года. То есть указ тоже довольно расплывчатый. Идет ли речь о единовременных или ежемесячных выплатах, на кого все это распространяется, до конца непонятно. Телеграм-канал «ГУЛАГУ.нет» опубликовал видео, на котором около 40 мобилизованных из полка, место дислокации которого находится в Богучарах, в Воронежской области, просят помочь вернуть их на территорию России. Они жалуются, что были отправлены в Украину без нормальной подготовки. Они отказались воевать, пытались сами добраться до российской границы, но их посадили в автобусы и отправили на оккупированную территорию Луганской области. И вот что они говорят. Мы являемся мобилизованным военнослужащим. Давай отдай сигарету. 252-го полка, мы с Стрелковым. Дошли до границы по ГТ «Меловое». Связались с командованием, чтобы нас вывезли на территорию части, в Богучар, на Российскую Федерацию. Нас вывезли на территорию Российской Федерации и завезли на границу с Волуево, с другой стороны. Нас не хотят отпускать в сторону России. Заявки мы писали, все сделано. Нас никто не слышит, никто не хочет прислушаться. Сегодня 3 ноября 2022 года. Это было обращение мобилизованных из полка, дислоцированного в Богучарах. Это в Воронежской области. В Новосибирской области около 20 родственников заключенных, которых завербовала ЧВК Вагнера, устроили у ворот колонии акцию с требованием не отправлять их близких на войну. По мнению участников акции, заключенные принимают решение присоединиться к вагнеровцам, не имея доступа к необходимой информации, не зная, с чем им предстоит столкнуться в реальности. Как подчеркивает глава, рассказавшая об этой акции правозащитной организации «Русь-сидящей» Ольга Романова, родственники все-таки добились своего. Люди боятся выходить и требовать соблюдения своих прав. Так вот, вчера была вот эта сходка родственников заключенных около колонии ИК-14 в Сибири, в Новосибирске, это Агучин. И вот 20 человек вышли без лозунгов, просто потребовали объяснить, что происходит, и потребовали оставить своих родственников сидеть. И вечером начальник зоны вышел к заключенным, и вот эти 20 человек, и они были выведены из карантина и возвращены обратно в зону. Вот они воевать не поедут. На самом деле ужасно злит, когда родственники кричат и пишут нам, что спасите, помогите, только мы ничего делать не будем, и вообще все анонимно. И мы очень боимся. На самом деле, очень мы мало знаем случаев, когда забирают кого-то принудительно. И когда даже кого-то принудительно забирают, и мы находим человека на фронте, и говорим, вот у тебя бьется жена, и тут еще. Он говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, вот мне тут очень все нравится, я хочу стрелять. Как знаменитые кадры сейчас уже с батальона Угра, чего мы хотим? Мы хотим крови, мы хотим смерти. Они этого хотят. Они этого хотят, ну и, собственно, и получают в том числе и то, что им обещает открыто, обещает уже полгода как, пригожим. Когда он прилетает в зону, и он говорит, смерть, смерть на месте. За попытку сдачи в плен, за попытку дезертирства, за мародерство, за несанкционированные вообще, за сексуальные связи. Я не знаю, кого с кем, что он имеет в виду, между собой или с местным населением, не знаю. И смерть за распитие спиртных напитков и за употребление наркотиков. Обещание этим пригожим выполняет. Он обещает расстрел за это, и он это делает. Мы знаем, у нас есть несколько свидетельств о действительно расстрелах при попытке дезертировать или сдаться в плен. У нас есть довольно много ложных сообщений об этом. Имеется в виду, что некие люди, которые обладают информацией о номерах телефонов родственников, начинают вымогать деньги за то, что рассказывают, где взять тело. Несмотря на то, что человек, например, жив, пока еще жив. И это, сами понимаете, что вымогать это могут только сами вагнеровцы. Поскольку больше этих данных нигде нет. Люди часто указывают номера телефонов и довольно далеких от них людей. Или друзей, или детей, которых они, может быть, никогда не видели. Или жен, которые живут в других странах и так далее. То есть это тоже есть. Но есть и рассказы о том, что действительно не выдают тела. В общем, очень сухо сообщают, что ваш муж, отец, сын дезертировал в такой последний, например, гражданин Беларуси. И при этом, в общем, был расстрелян. Я не могу сказать, насколько эти данные абсолютно точные. И прямо человек пытался дезертировать. Или прямо был расстрелян на месте и так далее. Я думаю, что во многих случаях такие сообщения могут поступать ради того, чтобы не выплачивать 5 миллионов грабовых обещанных. Все-таки это довольно большие деньги. Это порядка 80 тысяч евро. Мы, например, не знаем до сих пор, сколько из них сдались в плен. Поскольку, например, для вагнеровцев проще сказать, что человек пропал без вести или был расстрелян, чем он сдался в плен. Значит, они не досмотрели. И сколько на самом деле убежало или залось в плен, или на самом деле погибло, или было расстреляно, сказать сложно. Только могу сказать, что потери среди завербованных в конце июня, потери в этих отрядах в общем 99%. Я вот знаю об одном выжившем из первого призыва. Его зовут Андрей Ястребов. Он пока живой из Яблоневки. И я знаю об одном выжившем из новгородской колонии ИК-7. Он тяжело ранен. В спину у него перебиты нервы на руке. Но он продолжает выривать. Это была глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. В России заведено еще одно уголовное дело по статье об оправдании терроризма. На этот раз против оппозиционного активиста, участника движения «Солидарность» Михаила Кригера. Ему грозит до семи лет заключения. Поводом для возбуждения дела, как пишет телеграм-канал «Автозаклайв», стал пост в Фейсбуке, написанный в 2020 году. Кригер был задержан вчера днем в центре Москвы по свидетельствам очевидцев. Недалеко от станции метро «Курская» неизвестные люди в масках подбежали к нему, повалили на землю, а затем насильно посадили в машину и увезли. А вот фрагмент его выступления еще в 2011 году, когда стало известно, что Владимир Путин собирается баллотироваться на третий президентский срок. Сейчас уже трудно поверить, что эти слова произносились на Пушкинской площади в Москве на согласованном митинге. На страну мою надвигается мрак, надвигается средневековье. Что такое 12 лет Путина, которые нас, полагаю, ожидают? Это как минимум 12 лет беззакония, бесправия и коррупции. Это как минимум 12 лет еще существования такого явления, как полиция заключенная. Это совершенное отсутствие правды в суде. Это, понимаете, такая ситуация, когда вот судья, а место судей так и будут занимать, такие вот девочки вроде Боровковой, которая смотрит на тебя стеклянными глазами по своей мантии, да? Она слушает объяснение какого-нибудь мента, который врет безбожно на пропалую, путая все. Путая факты, путая даты, время, все путает. Но, тем не менее, она считает, что, в общем-то, ему можно поверить, потому что он, видишь ли, в форме или в форме только что был, понимаете? Человек говорит, бог знает что, да? Ему адвокат говорит, как же так, вот в протоколе указано совсем не то место, которое, говорите вы. Ну, вы понимаете, так получилось, в общем-то. Короче говоря, все равно, все равно судей занимает его сторону. Что еще такое эти 12 лет? Это опять мы будем платить по ханату на Кавказе. Это значит опять чеченский хан Кадыров, младший, будет на наши с вами деньги устраивать увеселение, будет убивать всех, кого хочет по всему миру, и будет на наши же с вами деньги приглашать каких-нибудь зарубежных звезд, чтобы устраивать себе всякие шоу, ну и для того, чтобы показать, какой он крутой пацан среди своих кавказских, значит, кунаков. На наши деньги, и мы все это будем поддерживать. Потому что как же, а иначе же они вот нам чего устроят. Это как минимум 12 лет еще будет продолжаться. Это был фрагмент выступления российского оппозиционного активиста Михаила Кригера в 2011 году в Москве. Напомню, что против него возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 ноября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Миссия МАГАТЭ официально объявила, что не нашла на осмотренных ею украинских объектов следов попыток создания Украиной так называемой грязной ядерной бомбы, в чем министр обороны России Сергей Шойгу пытался в недавних телефонных разговорах убедить своих коллег из самых разных стран. А Совет безопасности ООН отклонил требования России провести расследование деятельности американских биолабораторий в Украине. За принятие российской резолюции проголосовали только сама Россия и Китай. США, Великобритания и Франция выступили против, еще 10 стран воздержались. Для принятия резолюции требовалось не менее 9 голосов «за». От имени России на заседании Совбеза выступал заместитель посла России ООН Дмитрий Полянский. Сам посол Василий Небензя, рассказывавший недавно публично о подготовке американскими и украинскими специалистами боевых комаров, отсутствовал. Возможно, чтобы избежать насмешливых реплик. И вот что сказал Дмитрий Полянский. Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет. Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования, вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений. Мы продолжим и дальше действовать в рамках КБТО и прилагать необходимые усилия для восстановления всех фактов, связанных с нарушением США и Украины, обязательств по конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории. Это был посол России в ООН Дмитрий Полянский. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд так объяснила позицию Вашингтона по поводу обвинений со стороны России в попытках создания новых видов химического и бактериологического оружия в биолабораториях в Украине. США проголосовали против этой резолюции, потому что она основана на дезинформации лжи и полном неуважении к данному сообществу. «Конвенция о биологическом оружии важна, потому что она борется с серьезной угрозой, которую представляет биологическое оружие. Мы не можем позволить, чтобы такое жизненно важное сотрудничество было стигматизировано. Россия не могла предоставить никаких надежных обоснований для своих ложных обвинений. Несмотря на то, что Россия пренебрегает правилами, и именно потому что США уважают конвенцию, США и Украина опровергли все обвинения России одно за другим». Говорила постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд. В самих США полным ходом идет подготовка к выборам разных уровней. Они пройдут 8 ноября. Кандидаты будут бороться, в частности, за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате будут также избраны 36 из 50 губернаторов американских штатов. Как отмечает профессор политологии из университета Дюка Ашер Хильденбрандт, фактически избиратели будут оценивать итоги двух лет правления президента Джо Байдена. Еще недавно казалось, что республиканцы точно установят контроль над обеими палатами Конгресса. Сейчас ситуация выглядит более неопределенно. Традиционно промежуточные выборы интерпретируют как референдум по работе главы Белого дома. Часто избиратели на таких выборах голосуют против партии президента, тем самым показывая, что им не нравится, как идут дела. Это был экстраординарный избирательный цикл. Мы видели значительные перемены в настроениях избирателей. Весной казалось, что республиканцы почти наверняка получат большинство, возможно, в обеих палатах. Выиграют множество губернаторских гонок и выборов в законодательные органы штатов, потому что люди были недовольны экономикой и ростом цен. Но затем последовало решение Верховного суда по праву на аборты. Слушание комиссии по 6 января и мнения избирателей изменились. Это было мнение профессора политологии из университета Дюка Ашера Хильденбранда. Решающий для избирателей в разных американских штатах может стать позиция кандидата по самым разнообразным проблемам. От права на аборт до применения марихуаны в медицинских целях. И это отличает Соединенные Штаты от других государств, подчеркивает американский политический обозреватель Марк Дэвис. В американской системе многое оставлено на усмотрение отдельных штатов. Например, как сегодня вопрос об абортах, но есть и другие вещи. Например, должна ли марихуана быть законной в данном штате? Какое ограничение скорости должно быть на дорогах? Можно ли и насколько открыто носить оружие? Таковой была идея отцов-основателей. Жизнь в Америке не должна была быть одинаковой от Калифорнии до Нью-Йорка, от Техаса до Миннесоты. Каждый штат должен был стать таким местом, в котором хотят жить именно его жители. И поэтому во время промежуточных выборов, на каждых выборах на государственном уровне, все штаты и часто отдельные города голосуют за то, чтобы определить, какими они хотят видеть правительство и жизнь именно в своем регионе. Говорил американский политический обозреватель Марк Дэвис. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев подписал анонсированный им еще в начале сентября закон об амнистии для осужденных участников событий в январе этого года, когда в ходе протестов, вызванных резким повышением цен на сжиженный газ в Казахстане, погибли около 250 человек, в том числе около 20 полицейских. Амнистию, которая коснется как протестовавших, так и осужденных за насилие силовиков, я обсуждаю с обозревателем корпорации Радио Свободной Европы Радио Свобода Мирхатом Шеребжаном. Мирхат, как казахстанское общество восприняло вот эту объявленную президентом Такаевым амнистию? Сколько человек уже вышло или выйдет на свободу? Тут два мнения, конечно. Родственники тех, которых посадили, речь идет, ну, как минимум полторы тысячи человек. Ну, это включая тех, кого ожидают суды и которые находятся в следственных изоляторах. Они, конечно, рады, что их близкие выйдут на свободу. Но какая-то часть населения инертна, они уже как бы поняли, что из всего этого восстания, вот из протеста ничего толком не вышло. Все вернулось на круги своя, только с новым, как бы, Назарбаевым номер два. Ну, а те люди, которые как-то политически активны, они, конечно, видят в этом, ну, такую пиар-акцию, саму амнистию, это такой ход для того, чтобы, ну, во-первых, успокоить народ, во-вторых, закрыть страницу. Закрыть страницу, чтобы больше никто сюда не заглядывал и не задавал вопросов. А вопросов много, они остаются, и люди ждут. Ну, кто-то ждет, думая, что это когда-нибудь сейчас откроется, кто-то требует немедленно. Буквально на днях был выпущен на свободу один из тех, кто прошел пытки. Это Косай Маханбаев. Он выжил эти пытки, вышел и требовал, чтобы те, кто его пытали, были привлечены к ответственности. Но его самого посадили сначала на 15 суток, а потом вменили ему статью, что он организовал и участвовал в нелегальных протестах, требующих справедливости для тех, кто пострадал во время этих протестов. Ну и вот буквально на днях его выпустили не просто полностью, а перевели его под домашний арест. То есть какие-то вот такие подвижки делаются. Что касается того, сколько вышел на свободу, еще нисколько не вышел на свободу, потому что, как и в советские времена, амнистия объявляется, потом индивидуально каждый случай рассматривается. Те, кто совершил какие-то мелкие нарушения, как они считают правоохранительные органы, они будут освободены полностью. Те, которые рассуждены на большие срока и были вовлечены в такие серьезные столкновения с применением силы, там, огнестрельного оружия и так далее, их срока будут сокращены в два раза или три четверти срока будет как бы сокращено. Тут уже каждый индивидуально, то есть этот процесс будет занимать какое-то время. Еще надо учесть, что объявление этой амнистии, подписание ее происходит буквально за месяц, чем за три недели до выборов, вот внеочередные президентские выборы, на которых ожидается, что Касым Жемор Такаев, конечно же, победит. То есть, в целом, мы имеем дело с предвыборным шагом президента Такаева? Да, конечно, на выборах будут очень серьезные моменты. Дело в том, что все равно вот в крупных городах, особенно в Алма-Ате и особенно в Астане, будут все равно вопросы задаваться, потому что Токаев идет на выборы в очень сложной для него ситуации. Потому что вот после тех событий, которые потрясли Казахстан в январе, стало ясно, что люди могут, в общем-то, самоорганизовываться и что-то делать. Токаев делает все возможное, чтобы как бы как можно сильнее отойти, огородить себя от своего проназарбаевского прошлого. И это он посадил племянника Назарбаева на шесть лет. Он там снялся с таких жирных должностей не только родственников Назарбаева, но и его ближайших соратников. Один из его самых ближайших соратников – начальник КНБ. Он комитет о национальной безопасности. Они сидят в тюрьме под следствием. Их амнистия не коснется, потому что там в амнистии указано, что те, кто подозревается и будет признан виновным в государственной измене и в организации террористических актов, они, значит, под амнистию не попадают. Кроме этого, у Токаева очень много проблем с ответом на вопрос, откуда взялись и куда делись 20 тысяч иностранных террористов, о которых он заявил. И заявив это, он как бы оправдал свое решение пригласить войска ОДКБ для того, чтобы он смог взять ситуацию под контроль, ну и справиться, теперь мы это уже понимаем, справиться в противостоянии с Назарбаевским кланом. То есть вопросов очень много, а вот эта амнистия, она как бы всех успокаивает. Посмотрите, это очень удивительно, что, например, в июне месяце заместитель генерального прокурора Осет Шандалиев, он официально признал публично, что как минимум 6 человек были замучены и запытаны до смерти в застенках. Это очень показательно, потому что уже скрывать некуда, ведь очень много было сообщений о том, и не просто сообщений, а прямо с фотографиями этих людей, которых просто пытали горячими утигами. Это, в общем-то, признается правительством. И чтобы как-то снять вот это напряжение, вот эта амнистия, она как бы убивает не просто двух зайцев, а сразу несколько. И в том числе и здесь идет речь о подготовке к выборам. Принятый в Казахстане закон об амнистии для участников январских событий этого года мы обсуждали с обозревателем корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» Мирхатом Шеребжаном. В России сегодня отмечается День народного единства, праздник, об истоках которого, несмотря на уже 17 лет его существования, у большинства россиян сохраняется довольно смутное представление, Владимир Путин возложил сегодня цветы к памятнику Минину и Пожарскому на зачищенной от народа Красной площади, пообщался с активистами Народного фронта, назвал Мариуполь древним русским городом и сказал, среди прочего, вот такую фразу. Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Да. Не, ну правда. Ну так и есть. Кому в результате лучше, украинским беженцам в Европе или в России, я, откровенно говоря, так до конца и не понял. Но Путина сегодня вообще затмил Дмитрий Медведев, опубликовавший в телеграм-канале поздравления с праздником в виде ответов на простые, как он написал, вопросы, которые он задал сам себе. Медведев превзошел самого себя. Я процитирую. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов, написал заместитель председателя Совета безопасности России. Продолжу цитировать. В чем наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в гиену огненную. Но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал. Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель погибель, наша цель жизнь, его оружие затейливая ложь, а наше оружие правда. Именно поэтому наше дело правое, именно поэтому победа будет за нами с праздником. Напомню, что это цитата из сегодняшнего поста в телеграм-канале Дмитрия Медведева. Не знаю, кем Медведев считает президента Украины Владимира Зеленского верховным властелином ада или оружием в его руках, но процитирую и его. Наверное, вы слышали сегодня, что в Кремле рассказывают, что они требовали гарантии безопасности от Украины. Стоит остановиться на мгновение, чтобы обдумать такие их заявления. 252 дня назад Россия потребовала гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантии безопасности от Украины. Это действительно впечатляющее изменение. Это показывает и то, какой провал потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев, украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной. Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».